Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю поговорить о куриных яйцах. В этом коротком видео расскажу все основные мифы, которые существуют сейчас вокруг яиц. Расскажу, как лучше применять яйца сырые или вареные, какое процентное соотношение усваиваемости. Это все будет научная информация. Расскажу о холестерине, о яичном протеине, принимать или не принимать. Все будет очень коротко и быстро. Убедись, что ты подписан на канал, что ты поставил лайк или дизлайк этому видео и поехали дальше. Друзья, куриные яйца, они очень популярны по всему миру. Все люди на всей планете их употребляют. Это понятно, потому что это очень удобно. В куриных яйцах содержится действительно очень много макро- и микронутриентов. Куриное яйцо, оно полноценно способно насытить ваш организм всеми незаменимыми аминокислотами. Потому что в них они все есть. В них более 550 видов белков. Но 40 из них только изучены. Были проведены исследования, которые... Вот это было не так давно, в принципе. Которые уже точно рассказали, как нам нужно принимать яйца, сырые или нет. Вы знаете, что очень популярно в качковской среде, да, бодибилдерской, использовать яйца сырые. Я сам своими глазами видел, когда я выходил из тренажерного зала, как парень в тренажерном зале просто взял, открыл десяток яиц, лоток целых яиц, и выпил эти яйца при мне. Я был просто шокирован. Он их не мыл, он ничего с ним не делал. Он просто взял эти куриные яйца и все их выпил в коктейли. К слову, парень довольно крупный. Он там был, наверное, под 100 килограмм, если не больше 100 килограмм. То есть довольно большой, массивный. Но вы, возможно, видели еще в фильмах, как там тоже, там, Рокки Бальбо, Сильвестер Сталлоне, да, фильмы «Пил сырые яйца», как Арношес Энегро пил сырые яйца. Друзья, я сейчас не буду говорить там, да, о том количестве фармакологий, которые они применяют в своей жизни, но не на этих сырых яйцах эти ребята выросли, не на них. Сейчас уже есть нормальная такая подтвержденная информация, что сырые яйца усваиваются лишь на 51%. А вареные яйца усваиваются на 91%, плюс-минус, там, определенная есть погрешность. Я в этом видео покажу вам точные цифры. Теперь смотрите, это уже доказано. То есть сырые яйца усваиваются только в половину. Но не все так просто и с варенными яйцами. Если они, допустим, усваиваются на 91%, но только это если при условии, что они были нагреты. То есть если вы, допустим, взяли холодное яйцо с холодильника, куриное достали и съели его, оно уже будет не так хорошо усваиваться. Но гораздо лучше, чем сырые яйца. Поэтому, в принципе, я вам рекомендую использовать вареные яйца. И сам их рекомендую, каждый день их использую. Я сам их использую, каждый день их использую. И вам тоже рекомендую. По поводу количества. Вы можете есть их сколько захотите практически. Потому что это не опасно. По поводу холестерина уже мифы все развеяли. Нет доказательств влияния холестерина на повышение холестерина в плазме крови, если вы будете пить много яиц, если вы будете есть много яиц куриных. Поэтому я рекомендую вам вареные яйца, потому что они хорошо усваиваются, но в теплом виде. Можете есть их по своим ощущениям. Просто учтите, что если вы хотите худеть, то если вы будете есть много куриных яиц, то вы не сможете худеть нормально. Поэтому если вы на мясо набираете массу, то тогда можете увеличить количество яиц хоть до 10 штук в день. Как хотите. Можете даже больше 10 штук. Единственная моя рекомендация, когда вы едите яйца, допустим, вареные, то используйте, пожалуйста, ничего жирного, не ешьте параллельно. Ешьте эти яйца лучше, например, с какой-то едой не очень жирной. Это тоже уменьшит риски возникновения у вас плохого холестерина в крови. Чтобы не подходить никакой гадости, когда вы используете яйца, даже если вареные яйца, допустим, то старайтесь их варить максимально, сколько можете, так, чтобы желток был твердый и белок был твердый. Допустимо немного оставить жидким желток, то есть, например, поварить там 6 минут до яйца. Если будет немножко жидковатый желток, он будет такой желтого цвета. Допустимо так. Но максимальная защита от сальмонелла, которая может находиться в яйцах, она может находиться не только снаружи, она может внутри находиться. Максимальная защита – это когда яйца сварены полностью. То есть, схвачены и желток, и белок. Да, действительно, в основном сальмодрала находится на куриных яйцах. И чтобы обезопасить себя от этого, нужно просто хорошо мыть яйца. Хорошо мыть яйца перед едой, да, друзья? Я сейчас думаю, вы, конечно, там поржали, да? И это обязательное условие. Хорошо помыли яйца, хорошей теплой водой, и после этого выварить их яйца. Смотрите, друзья, яичный белок в сухом порошке довольно хорошая идея и использовать его как замену обычному сывороточному протеину. Хорошая идея. Но вы должны понимать, что сывороточный яичный белок, который там используется, его учеными тоже доказано, что его лучшее усвоение будет происходить, если вы что-то будете из него готовить, а не просто брать, разводить в сыром виде и пить. Во-первых, яичный протеин, он довольно сильно пенится, и это, в принципе, не очень удобно его использовать, если вы не пробовали. Поэтому я просто рекомендую вам таким образом, если у вас каким-то образом не устраивают яйца обычные, магазинные, да, и вы решили покупать яичный белок, то покупайте его и изготовьте из него что-нибудь. Добавляйте как в виде порошка в еду. Не просто разварите коктейли, а именно пейте в приготовленном виде, потому что после термической обработки только яйца начинают нормально усваиваться. А так усваиваемость может быть около 50%, и это касается и яичного белка. Не покупайте какой-то там яичный альбумин в магазине, вы можете найти дешевый какой-то, да, порошок яичный, который используется, например, там где-то в кулинарии. Покупайте хороший, качественный яичный белок, если вы хотите, и используйте в своей готовке. Я этого не делаю, я не использую вообще никакой протеин, я не использую ни сывороточный, ни яичный, вообще никакой не использую. Только обычная еда, там количество, нормальное количество куриных яиц, мне этого хватает. И вот на уровне веса там 85-86 кг в среднем мой вес, мне хватает этого. Смотрите, друзья, от себя могу поделиться лайфхаком по поводу яиц еще. Продается, бывает, в магазинах такие банки уже в сыром виде, там может быть около 30 штук яиц. Они уже размешаны, разбиты, да, то есть в жидком виде. Это могут быть отдельно белки или отдельно желтки. Вы можете брать вот такие яйца, например, если вам вы не хотите, да, употреблять количество лишних желтков, то можете покупать себе вот такую банку, например, из 30 белков банку протеина, практически готова, он в сыром виде. Из этого белка я рекомендую что-то опять же готовить, или какую-то яичницу, ну или лучше варить, да. По поводу рецептов варки вы можете загуглить, есть разные способы приготовить, сварить яйца. Это могут быть и яйца пашот, это могут быть и яйца вареные. Обычно такие яйца закупают какие-то, допустим, профессиональные кухни, которые там в ресторанах, которые из них что-то готовят, чтобы не бить эти кучи яиц, не разбивать. Там уже просто сразу приготовлено нормальное количество смесей, обычно где-то по литру банки. Но я такие находил, попробуйте поискать у себя в городе. В яйце примерно 6 грамм белка, от 5 до 6, в зависимости от размера яиц. И белок есть как в желке, примерно половину, так и в белке, примерно половину. Где-то 3 грамма в белке, где-то 3 грамма в желке. То есть с каждым яйцом вы получаете 6 грамм примерно хорошего, качественного белка. То есть вы съедаете 5 яиц, вы получаете свою норму, там 30 грамм белка за раз, за один прием пищи, который довольно хорошо усваивается. Но, друзья, я сказал, что усваиваются на 91% даже вареные яйца. То есть даже так, как считается это эталонным белком в мире, всего лишь на 91% у него биодоступность. С чем это связано, ученые сами до конца толком не понимают. Как я уже сказал, есть разные моменты по поводу количества белков в яйцах. Их начисывается около 550 белков. И около 40 только изучены, охарактеризованы учеными, рассказываны, что это такое. Остальные неизвестны. То есть вы должны понимать, что ученый мир на данный момент остановился на том, что они не совсем понимают, что до конца содержится в яичных белках и желках. Они не знают, что там содержится, какие там вещества, какие там аминокислоты могут быть, какие там белки еще могут быть. В природе насчитывается огромное количество белков. У человека насчитывается не так много белков, которые у него в организме. Отсюда вы должны понимать, так как я стараюсь давать очень современную информацию научную, вы должны понимать, что все-таки яйца куриные, хоть они и так популярны по всему миру, и я их сам использую и вам рекомендую использовать, но все же они не изучены до конца. То есть всегда есть какой-то риск и непонимание, как оно действует на ваш организм. Поэтому делайте свои выводы и принимайте решение, хотите вы их использовать или нет. Я хочу сказать, что просто рекомендация тех людей, которых я видел, которые используют обычные куриные яйца, в своем питании, и они, допустим, тяжело тренируются, то яйца действительно помогают добиваться хороших результатов. Если вы будете добавлять, например, к каждой еде своей одно яйцо куриное, вареное, это действительно будет повышать и усваиваемость организма других белков, которые вы будете получать с пищей. То есть всего лишь одно куриное яйцо с каждым приемом пищи поможет больше вам получить и от основной пищи, которую вы едите. Потому что есть незаменимые белки, которые находятся в яйцах и которые помогают усваивать другие белки. Другими словами, это работает что-то похожее, как БЦАшка, когда вы принимаете. Когда вы принимаете БЦА, то вы лучше усваиваете все белки. Потому что БЦА помогает усваивать другие белки. На этом все. Я очень рекомендую вам использовать яйца в своем рационе, особенно если вы тренирующийся человек, если даже вы не тренируетесь. Они просто позволяют насыщать ваш организм нужными веществами. И там есть полезные жиры, которые тоже приносят пользу, помимо белков. И действительно в них очень много пользы. И скорее всего пользы все-таки больше, чем в каких-то возможных неприятных моментах, о которых опять же наука еще толком не знает. Еще, друзья, это такой короткий экспериментальный видос. Я хочу вводить новый формат у себя на канале, который будет давать полезную информацию, но очень коротко, в очень коротком формате. Когда я не расскажу какую-то слишком сложную тему. То есть вот такую, как, например, про куриные яйца. Это довольно простая тема, хотя тоже есть свои нюансы. Но я хочу давать такие ролики, которые, возможно, вам больше понравятся смотреть, чтобы, если у вас мало времени, посмотреть какую-то короткую информацию. И я буду делать выводы по просмотрам, по лайкам таких видосов, по каким-то комментариям под видео. Если вам зайдет такой формат, то таких видосов будет больше. И, возможно, это увеличит просто общее количество видео на канале. Я смогу давать больше полезной информации. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok